Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы посылаете ваши вопросы для того, чтобы я дал какое-то свое заключение, второе мнение по лечению или по диагностике ваших питомцев, соответственно, пациентов, ветеринарных врачей. Для того, чтобы наш диалог, или монолог, диалог-монолог был гораздо более эффективнее, лучше, конечно, если вы будете максимально полно рассказывать о состоянии вашего питомца, присылать все исследования, которые у вас есть в том виде, на котором вам дают в ветеринарной клинике, на диске, там на флешке, в диком формате, есть такой формат диком, а так вот в этом формате нужно присылать ваши исследования. У нас первый вопрос по собаке, у нее, точнее, у владельцев вопрос следующий, у собаки пока нет вопросов, вот, она еще маленькая, потому что щенок, а у владельцев уже появился вопрос, насколько опасен линолеум и ламинат для щенка канарского дога. Вообще, на самом деле, сильно-то он не опасен. Опасно неправильное кормление, неправильное содержание, ну и несвоевременная вакцинация. Это вот то, что опасно для, на самом деле, для щенка практически любой породы, да. А если мы говорим о собаках крупных пород, то самым главным и самым важным является правильное кормление. Не надо давать хондропротекторы, не надо давать кальций, потому что от этого больше проблем, чем не проблем. Расслабивающий остеохондрит, есть такое заболевание, вот одной из причин этого заболевания, как раз бывает избыток кальция в рационе, избыток белка в рационе. Вот это то, что надо бояться. Ну и еще, в 4 месяца лучше показаться ветеринарному врачу на предмет дисплазии, это забедренного сустава, ну и в 4 месяца. Лучше в 3, там, с половиной или, там, ближе к 4. Лучше это сделать вот в этом возрасте. И тогда, для того, чтобы ветеринарный врач оцедил состояние вашей собаки, вот. А не линолеум или ламинат являются как раз какими-то причинами болезней суставов, да, а просто неправильное кормление, неправильное содержание, генетические, конечно же, факторы. Это то, что и влияет, а все остальное нет. Вот, и у нас следующий пациент. Значит, у нас следующий пациент, у нас следующий пациент из Москвы. У нас есть МРТ. Неделю назад кот породы Менкун перестал ходить, значит, он перестал правильно ходить, перестал ходить в туалет, стал делать большие круги по часовой стрелке в одном направлении, да, значит, соответственно, у него поражение головного мозга должно быть. Сделали анализы, сделали УЗИ, были у кардиолога, сделали МРТ, выявили проблемы в головном мозге. Надо понять, какие. Давайте мы посмотрим, что же за такие проблемы были выявлены в головном мозге у вашего питомца. Вот, сегодня наш компьютер, которого мы проводим стримы, перестал работать срочным образом, и в результате взяли старый. И здесь программа Радиант, к сожалению, еще не активированная. Но ничего, нам это не помешает понять, что у вашего кота, нашего пациента, новообразование в головном мозге, которое, конечно же, требует срочного хирургического лечения. Чем быстрее вы прооперируете, тем больше шансов, что ваш питомец останется жить. Случаев самовыздоровления не бывает. То лечение, которое вы проводили, то есть те действия, которые вы думали, что это и есть лечение, это просто затягивание времени. Ну и, соответственно, чем быстрее вы приступите к лечению, тем больше шансов, что он останется жить. Локализация опухоли довольно несложная, и поэтому надо просто начать его лечить. Можно удалить в любой день. Приезжайте, удаляем, ну и все. Удаляем, вероятность выжить, процентов 85-90. Не удаляем шансов выжить, нет никакого вообще. Вот и все. И у нас следующий пациент. День 1,6 года. Мехис, 1,6 года. Собака была взята из приюта в возрасте 7 месяцев. В возрасте 10 месяцев было замечено, что локтевой сустав передней левой ноги, грудной конечности, да, деформирован, сделали рентген. А оказалось, что при поступлении в приют в возрасте 3 месяцев из Ченка был диагностированный признаки нормы щелкового перелома левого плеча. Ну и уже срасталось это, да. Его решили не оперировать, так как двигался он полноценно и безболезненно. Ну, наверное, в этом была логика. Ну, конечно же, да. Скорее всего. В полтора года стало заметно, что собака начинает немного подтягивать ногу. И с каждым днем ситуация усугубляется. Вот. Двигался также он активно, сделали рентген, диагноз хронический остеоартрит. Нам сказали, что стоит оперировать. Очень важно, какой симптом, понимаете, потому что если он до такого возраста жил, и все было хорошо, не было хромоты, и все было замечательно, а вдруг он тут стал хромать. Ну, да, возможно, это напосредствия остеоартрита, а возможно и нет. Тут важно как раз понять, насколько у этого конкретного пациента, ну, это старые снимки, а новых-то и нет. То есть то, что снимки вы прислали, да, это, соответственно, ну, во-первых, плохо, конечно, то, что не в дикоме, а в картинках. Вот. Ну, это старые совершенно. Так, не посмотреть. Я помню, я расснимали. По грузиным яблочкам. По грузиным яблочкам. Плохо. Да. Ну, ладно, посмотрим. Нет, можно посмотреть. Да. Наверняка телефоном. Ну, в принципе, такого какой-то большой хромоты нет. Ну, это, конечно, этого мало для того, чтобы понять. Собака не так и плохо двигается. Собственно, у вас вопрос какой? Оперировать или нет, насколько станет лучше? Надо понять, насколько реально болит локоть. Если локоть сильно не болит или вообще не болит, то оперировать точно не надо. Те снимки, которые вы прислали, они настолько стары, что, ну, по ним что-то судить смысла нет никакого. Надо оценить реальность. Значит, что надо делать? Что вам надо сделать с этой собакой? То есть, что ветеринарный доктор должен взять посмотреть, посмотреть, насколько своими руками, своими глазами, как собака бегает дальше, насколько мешает определить тип хромоты, если сказать коротко. Да, то есть, вот надо определить тип хромоты. Возможно, это просто механическая хромота, связанная с нарушением амплитуды движения сустава. И поэтому вот так происходит. И если вы определяете, если ветеринарный доктор определяет, что хромота связана не с болью, а с просто тем, что амплитуда движения в суставе меньше, то однозначно делать ничего не надо. Если у собаки есть боль, то тогда собаку лечить надо. Ну, лечат хирургически, делают артеродез, но нарушение движения у собаки все равно будет, потому что, ну, или должен быть поставлен протез сустава, да, или, соответственно, нужно именно понять, есть боль или нет. Если есть боль, значит, есть болезнь, значит, надо лечить. Если боли нет, хромота есть, определить тип хромоты, определяет это доктор, и, исходя из названия этих два типов хромоты, механическая, да, если просто из-за того, что сустав не болит, но он полностью не разгибается, поэтому такая походка, тогда лечить не нужно. Вот, собственно говоря, вот на этот вопрос надо ответить. Как только вы получите ответ на этот вопрос, станет очевидно, лечить или нет. Вот все. Вот. И у нас следующий пациент. Вот. Следующий вопрос. Есть, значит, у нас есть Джек Рассел, терьер, кличка у него Шелдон, 8 лет, и он изживет в Петрозаводске. Есть у нас видео приступа, есть анализы крови, питание у него, корм. С ноября 20-го года у него начались приступы, похожие на эпилептические. Первый приступ до начала приступа, значит, первый приступ. До начала приступа он спал, во время приступа не реагировал на голос, был без сознания, глаза широко открыты, классовый пассиус, были судороги, сгибал телом, испражнения были из мочевого пузыря. Длительность около полутора минут. После приступа был дезориентирован, шатался, врезался в предметы. Это постриптальный период, в принципе, то, что вы описываете, очень на него похоже. То есть, то, что вы описываете, похоже на генерализованный эпилептический приступ с постриптальным периодом. Как раз то, что собака сшибает углы, не очень понимает, где она находится, это как раз характерно для этого типа приступа. Вот, второй приступ был через четыре месяца, это очень большой промежуток времени. Вот, видимо, сильнее классов ртом, поэтому у него появилась пена, потому что, ну, естественно, пена появляется из слюны просто. Вот, пятый был через месяц. О, у нас есть видео. Смотрим видео. Видео Шелдона. Ну, да, это генерализованный эпилептический приступ. Он очень характерен. Это симптомы поражения головного мозга. Соответственно, надо проводить диагностические мероприятия, направленные на поиск вне мозга. То есть, смысл в чем? Если генерализованный эпилептический приступ, это, конечно же, поражение головного мозга. Но изначально причина поражения головного мозга может происходить из различных внутренних органов, если так можно сказать. Да, то есть, что мы надо проверить? Наличие новообразования надпочечников, наличие новообразования поджелудочной железы. То есть, это делать с помощью УЗИ. И если там ничего нет, да, нет новообразования, нет ничего такого, что может навести на мысль о новообразованиях поджелудочной железе. Ну, инсулинома есть такая опухоль, она может. То просто надо сделать МРТ головного мозга. И все. Судя по анализам крови, да, каких-то терминальных стадий почной недостаточности, скорее всего, у собаки нет. Вот. Ну, то есть, обычно, как мы поступаем с такими пациентами? Если пациент имеет возраст, там, ну, до 5 лет, то мы просто обычно делаем магнитно-резонансную томографию, ну, и, в общем, все. Находим мы или не находим что-то. А если это пациент уже в возрасте, в данной ситуации как раз такой пациент, то мы стараемся все-таки поискать какие-то нарушения в внутренних органах, да, вот, которых я вам сказал, собственно говоря. Обычно делаем компьютерную томографию с контрастом, ну, такое исследование, которое называется онкопоиск. На нем же мы смотрим головной мозг. У части пациентов мы находим опухоль в головном мозге, ну, и дальше оперируем. Вот и все. То есть, вот, обычный такой подход с такими пациентами, вот. Вот. Ну, и дальше вы спрашиваете, что вам предпринять. Надо поставить диагноз. Дальше вы думаете, что ветеринарный доктор – это человек, который держит вот такой шар и составляет прогнозы. То есть, большинство людей так думают на самом деле, да, большинство людей думают, что ветеринарные врачи – это, ну, некоторые, некие такие создания из потустороннего мира, которые, соединившись с астралом, предсказывают будущее. Могу вас немножечко, может быть, разочаровать, может быть, наоборот, зачаровать. Так вот, любой врач, собственно говоря, он делает медицинский прогноз. Для того, чтобы сделать медицинский прогноз, нужно три вводные. Четкие вот три вводные нужны, да. То есть, вот в этом уравнении о прогнозе нужны три, вот четко три вещи. Первое – пациент, да, второе – диагноз и третье – метод лечения. Потому что от этих трех составляющих зависит прогноз. Потому что вот у нас есть ваша собака, да, Джек Рассел Терре, ему 8 лет. Но, чем он болеет? Если у него инсулинома, то одно. Если у него миниома в головном мозге, то другое. Если у него, например, средний отит и развился абсцесс в головном мозге, то третье. Ну, скажем так, если у него опухоль головного мозга, понятно, что он умрет с вероятностью 100%. Но, если мы его прооперируем, он умрет с вероятностью всего 20%. А если не прооперируем, то прогноз 100% на гибель. Поэтому от метода лечения будет зависеть очень много. То есть, если у нас есть первый пункт – собака с генерализованными эпилептическими приступами. Второе – у этой собаки какой диагноз? Менингиома. Так вот, мы серьезно можем повлиять на прогноз. Если мы лечим, вероятность умереть 20%, не лечим 100%. Вот, и прогноз будет разным. Поэтому одному и тому же пациенту с разным методом лечения будет совершенно разный прогноз. И это очень важно. Поэтому медицинский прогноз – это не некое гадание на кофейной гуще или по каким-то отрывочным данным. Это четкое математическое действие. Однозначное, понятное и очевидное. Вот и все, которое состоит из пациента, диагноза у этого пациента и метода лечения, который применен этому конкретному пациенту при этом конкретном диагнозе. Поэтому что вам делать? Очевидно, первая составляющая у вас есть, пациент, ваш питомец. Второй составляющей у вас нет, диагноза у вас нет. Ну и не будет, пока вы не предприните каких-то действий. Ну и, конечно, третья составляющая, самая важная, которая может реально изменить ход событий – это метод лечения, который будет известен при оценке первого и второго фактов. Вот и все. Поэтому займитесь диагностикой. Диагноз будет у вас все понятно, сразу и очевидно. Ну а план диагностики я вам уже сказал. КТ, онкопоиск, дальше оценка этого исследования. И уже исходя из этого мы будем принимать какие-то решения дальнейшие, потому что, ну, может быть, сделали онкопоиск, нашли там опухоли множественные в брюшной и грудной полости и, собственно говоря, делали соответствующие выводы. Или, например, ничего не нашли, все хорошо, но нашли новообразование в головном мозге, на КТ прям сразу. Ну, пошли, переделали еще МРТ, ну и прооперировали. Вот вам и прогноз. Вот. И у нас следующий пациент. У нас из далекой-далекой Костромы. Ну, не такой далекой, конечно. Вот. Ну, по меркам России, все тут недалеко. Буквально какие-то там девять часов лета. Как вам далеко? У вас далеко там было дело вступки? Да не, недалеко. Ну, буквально девять часов. Ну, это просто на самолете. Вот и все. Поэтому оценка у людей разное совершенно расстояние. Да, там, в Краснодарском крае человеку из Новосибирска в Российское кажется, да, на под далеко доехать, да, 50 километров каких-то. А в Санкт-Петербурге мы за 80 на работу ездим. Вот. Где-нибудь в Омске там пиццу. За пиццей едет за 150. И нормально. Вот. Ну, поэтому кошка из Костромы. У нас есть ингеновские снимки. Вот. И поставили диагноз патологический перелом. Вот. Так, так, так. Перелом. Патологический. Патологический перелом обычно связан с разрушением разрушением кости. Кость. Кости или кости. Вот. Опухолем. А потом была опухоль и происходит перелом. Да, давай. Открывайся уже. Давай. О, молодец. Ой, да тут у вашей кошки нету лапки. Этого не перелом. Это просто полное, тотальное отсутствие бедренной кости. К сожалению, это не патологический перелом. Это опухоль, разрушившая большую часть лапы у вашей кошки. То есть вот здесь была раньше когда-то кость где-то там да, сейчас и там кости нет. Ну и в этой ситуации какой подход в этой ситуации? Обычно мы сделаем следующее. Мы делаем опять же компьютерную томографию, находим или не находим новообразование в других участках и исходим уже из этого. Вот и все. Ну конечно же от лапы не осталось ничего. Когда были первые симптомы надо было просто делать протез вот этой конечности, кости конечности и было бы все нормально может быть. Вот. Потому что у кошек если даже это остеогенная саркома она медленно метастазирует или вообще не метастазирует и не очень-то рецидивирует и вот собственно говоря это надо было сделать сейчас поискательное образование в других участках тела и исходить уже из этих данных. Конечно же восстановить лапу это невозможно вариантов восстановить никаких не существует потому что ее просто физически нет. Вот все что надо делать. Вот. К сожалению вам врач сказал что надо вместо того чтобы удалить эту опухоль из кости давать какой-то корм. Прискорбно но такая вот ситуация в вашем случае произошла. Ищем другие опухоли находим ну исходим уже из того что нашли. Не находим решаем проблему с лапой потому что конечно кошка уже давно без лапы то есть то что у нее болтается это не лапа а опухоль уже и вот я понимаю что сложно понять кажется что она же внешняя лапа ну на самом деле это давно не лапа вот и у нас следующий пациент у нас следующий пациент это Канни Корса его зовут Чикаго ему один год и он живет в Сочи у нас есть МРТ но нам надо сначала понять какие у него симптомы какие симптомы у него в марте случился эпилептический припадок приступ ну так вот он живет во дворе частного дома на ночь он живет дома находится на питании собственного приготовления ночью увидели как животное бьется 8 мая опять приступ клиники поставили потом опять да и он впал генерализован в эпилептический статус ну в принципе к сожалению это очень характерно для этой породы очень часто бывает эпилепсия без структурных изменений и они к сожалению очень часто погибают наверное это одна из таких неблагоприятных можно сказать ситуаций которая может случиться с породой собакой породой коникоса в возрасте один год да полтора два года в молодости к сожалению очень сложно поддаются они коррекции эти приступы значит у нас есть МРТ понимаю из Краснодара нет да нет Сочи наверное прям сразу вот и соответственно прям из Сочи и что я могу сказать что судя по МРТ скорее всего вашей собаке все-таки эпилепсия без структурных изменений к сожалению это очень характерно для породы коникорса и вам надо подбирать дозу препарата который будет собственно говоря то есть контролировать эти приступы вот значит был начал выписали так в словах выписали с диагнозом идиапатическая эпилепсия но идиапатическая эпилепсия это эпилепсия без структурных изменений да она есть понять можно генетическая или негенетическая генетический тест для вашей собаки значения не имеет вот дальше давали кепру по 2 таблетки каждые 8 часов дальше по глюферал по 3 глюферал 3 по 5 таблеток каждые 12 часов вот владельцы не врачи им кажется что это огромная дозировка ну вообще дозировка смотрите начинает с 2,5 миллиграмм на килограмм да поэтому дозировка это небольшая на самом деле то есть у каждого препарата есть нормальная дозировка она написана для собак если у вас собака у вас собака и вы просто берете и смотрите в ветеринарной фармакологии дозировку фенобарбитала и дозировка фенобарбитала начинается с 2,5 миллиграмм на килограмм то есть сколько весит собака к сожалению не знаем ну дозу как раз вы подпишите о дозе а вес мы не можем даже посчитать дозу ну скажем так весит она ну к примеру 50 килограмм то есть вам минимальная дозировка на вашу собаку ну где-то получается фенобарбитала если 2,5 миллиграмма на килограмм ну сколько весит собака вот не знаю ну год ну сколько конкурса может в год ну 50 он может весить ну к примеру да ну давайте на 50 посчитаем то есть в третьем поглиферале там 50 миллиграмм фенобарбитала то есть на 25 килограмм даже ну да меньше даже получается дозировка ну начнем максимальная дозировка она та при которой собака начинает заваливаться угнетена это максимальная то есть какая максимальная неизвестна максимальная в моей практике была на собаку 50 миллиграмм на килограмм но это была карликовая собака то есть смотрите максимальная дозировка которая была вот в моей конкретной практике по фенобарбиталу 50 миллиграмм на килограмм то есть это одна таблетка на килограмм начинает дозу с двух двух с половиной миллиграмм два с половиной миллиграмма на килограмм да ну мы не знаем вес собаки поэтому очень сложно даже представить сколько она может 50 килограмм если может 40 а может и там и 60 да поэтому ну посчитайте сами кепры максимальная дозировка может быть 70 миллиграмм на килограмм три раза в день ну обычно эффективная начинается чаще всего где-то 35 40 миллиграмм на килограмм поэтому посчитайте три раза в день то есть вот посчитайте сами то есть сколько веществ у вас собака ну и исходить из минимальной дозы там 25 30 миллиграмм на килограмм три раза в день вот и будет вам ваша доза вот к сожалению у вас вы переживаете то что огромное количество химии наосится огромный вред печени да гепатит так может развиться это так и есть такое бывает но у нас очень длительное время мы выдавали феноборбитал нашим питомцам и у нас было очень большое количество историй болезней потому что он строгого учета был препарат и вот я могу сказать что карточки породы каникорса самые первые оказывались в том шкафу где выдавать уже феноборбитал не надо поэтому если говорить о каникорсе и генерализованных эпилептических приступах и он уже статусе то я бы наверное все-таки побоялся непосредственно самой этой эпилепсии потому что смертность у них несоизмеримо выше чем пород собак других пород вот и все поэтому к сожалению вот такая ваша ситуация поэтому подбираю дозу противоэпилептического препарата так чтобы не было приступов вот а не потому что вам показалось что-то там вот и у нас следующий пациент у нас следующий пациент кошка ей 3 года она из Челябинска хороший город Челябинск особенно город Златоуст который находится рядом с Челябинском ну это так шутка вот ну хотя не очень шутка на самом деле Златоуст и Челябинск мне очень нравятся эти города особенно врачи которые там работают особенно Александр Шудрик который там работает мой друг ну вот ну и соответственно ладно давайте про кошку вот вот кошке три с половиной года она беспородная около девяти месяцев назад правая сторона мордочки вдруг стала ну не знаю перестала двигаться вот усы третье века то есть получается у нее пара личницевого нерва да и вот зрачки реагировали вот диагноза пока нету подлечили преднизолоном улучшения были ощутимые но полного выздоровления не добились отит западовозрели да средний отит бывает является причиной поражения тех которые у вас описаны вот а что у нас есть какие у нас есть исследования она полежала и пошла головой упрога шкаф зрение у нее отсутствовало то есть у нее появились приступы да какие-то приступы нет у нас видя приступа нет есть у нас есть видя приступа это самое главное что есть жизни ветеринарного врача но он видя у нее такси надо определить какого она характера то есть она проприорецептивная связана с поражением головного мозга либо с поражением мозжечка то есть по видео я не могу это определить но потому что надо проприорецепцию проверить то есть тогда будет более понятно какой тип проприорецептивного какой тип атаксии у вашей кошки то есть их несколько видов это вестибулярное там вестибулярное нарушение будет причиной атаксии потом центрального происхождения это когда центры отвечающие за движение в корей головного мозга в лобных отделах не функционирует еще есть сенситивная атаксия накладываем зажим а кошка даже и боли не чувствует есть такой тип атаксии вот и проприорецептивное вот 4 типа атаксии надо выбрать какой из них у вашей кошки потому что от этого будет зависеть локализация поражения в нервной системе у вашей кошки вот 4 типа атаксии один из этих типов у вашей кошки и надо его определить после этого провести диагностику этой зоны если это то что вы описали есть поражение лицевого нерва то это голова поэтому в принципе локализация скорее всего где-то в голове ну а там где точно лобной доли или вестибулярный аппарат или таламус это уже будет зависеть от осмотра неврологического ну то есть типа атаксии будет из-за этого зависеть так а у нас еще есть какое-то исследование нет так биохимия 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 диагноз взаимозначения исследования осмотр невролога так рефлекс угрозы так так реакция зрачка прямая вот ну не все то есть какая-то такая кофантинка фотография кглавная то есть самое главное это смутер невролога а здесь вот такая кривенькая фотография кусочка кусочка неврологического осмотра новость да вот так так Вот. У вас есть рекомендация проведения МКТ или МРТ. Так, а что вы не сделали? У вас уже дана нормальная рекомендация, то есть вам очевидно, что надо делать. А вот какой-то у вас вопрос, что мы лечим, так вы ничего не сделали, чтобы задавать вопросы, а что мы лечим? Так вы ничего не лечите, потому что вы ничего не сделали для того, чтобы поставить диагноз. Потому что налицо нарушение причинно-следственных связей. Вот сегодня мы говорили как раз про наших любимых ассистентов. Посмотрите наш эфир перед этим. Я там тоже об этом говорил. Человеческому мозгу, к сожалению, очень присуща эта ошибка логическая, когда люди путают причину, следствие и перескакивают с одного на другое. У вас есть кошка, у нее есть локализация поражения в голове. Надо найти причину поражения в голове, а потом лечить болень, которой болеет кошка. У вас получилось все по-другому. Хотя, доктор написал первым пунктом, что надо делать. Что там написал наш доктор? Он первым пунктом написал, рекомендовано, смотрите, рекомендации назначений, пункт 1. Пункт 1. Так вот, надо было делать пункт 1. Потому что хороший доктор поставил цифру 1 как раз в том пункте, который и должен быть номер 1. Но пункт 1 пропущен. Почему тогда появляется вопрос, а что мы лечим? То есть вы не сделали ничего, чтобы узнать, чем болеет кошка, при этом вы, слава Богу, наконец начали понимать, что вы же не понимаете, чем вы лечите. А почему вы это знаете? Потому что вы не выполнили пункт номер 1. Ну вот и все. То есть вам надо выполнить пункт номер 1. Просто послушать хорошего доктора, который дал вам четкую рекомендацию под номером 1. Вот и все. Это то, что вам надо сделать. Слушать доктора. Пусть и не слушать доктора, будет вам неживая кошка. Вот. И что у нас дальше? У нас следующий случай. Он сложный. Там у котенка 8 месяцев. Да. Ну просто так написано. Сложный случай у котенка, которому 8 месяцев. А котенок, скотиш, ему 8 месяцев. Он из Казани. У нас есть МРТ. И есть выписка. Вот. Давайте мы сначала первое. Определимся с видом животного. Определились. Котенок. Возраст. Соответственно, 8 месяцев. Дальше. У него началось чихание, просторочное выделение. То есть дальше, о чем мы должны подумать, это о симптомах. Какие у нас симптомы? Выделение из носа и назначено лечение. Так. Назначено лечение. Так. 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 Мало симптомов. То есть у него есть истечение из носа. Нос не дышит. Амоксиклав. Симптомы вернулись. Вот. Опять же. Добавились неврологические симптомы. Нарушение координации. Назначили преднизолон. Так. Давайте мы посмотрим на МРТ обнаружили кисту. Давайте мы с вами по порядку. У нас есть видео, так я понимаю, симптомов. О. Результаты МРТ. У нас есть результаты МРТ. И найдем сейчас симптомы. И симптомы... Ну, какая-то фотография. Так. МРТ в самой полости, без особенностей. Так. 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 Это заключение. Какие-то картинки непонятные. Ладно. Видео. Где ж видео-то? Просто. Сейчас мы видим. Видео. Блин. Опять это видео. Чем самым. Айфоном. О, господи. Закройся. Как мне бесит айфон. Сирина и плохо коннектится. Сейчас не так. У кошек вообще, в первую очередь, пытаются найти какие-то инфекционные болезни. Большинство инфекционных болезней... Большинство нейрологических расстройств связано с инфекционными болезнями. Такими как у 50% инфекционный перитонит. Ну и так далее. Давайте МРТ посмотрим. Ну понятно. Нарушение... Вот. МРТ. МРТ сделано 17.07. Я бы, знаете, на самом деле, что... То есть... Что сделал? Я бы переделал МРТ. Потому что киста вот эта в облонятельных луковицах, она обычно у кошек не является проблемой. Она очень часто бывает. И прям не имеет никакого... Мы видим, это хороший, по МРТ, мы видим хорошее МРТ. Вот. Истечение из носа. Мы таким пациентам, знаете, что делаем? Мы делаем УКТ, МРТ, смотрим прохождение носовых ходов. Еще тоже, да, насколько оно есть. И пытаемся найти все инфекции, какие только можем найти. То есть... И вот приблизительно вот так мы поступаем в этой ситуации. Что мы для этого делаем? Ну, обычно мы делаем КТ и МРТ таким пациентам, да. Потому что те данные, которые мы видим на КТ, это одни данные. Которые мы видим на МРТ, это все-таки другие данные. Иногда вот на этом уровне удается, собственно говоря, найти что-то. Из того, что мы ищем? В первую очередь мы ищем инфекции у кошек. Инфекции. Вот. Дальше. Иногда помогает получение гистологии из носовых ходов. То есть у некоторых удается найти что-либо именно вот такими способами. Вот. Но далеко не всегда. Поэтому я думаю, что надо просто продолжить диагностику. Вот все, что надо делать. То есть берем ликвар, инфекции, реминоскопию, бакпосевы. Делаем КТ и анализируем все эти данные, которые мы можем получить при обследовании данного пациента. То есть вот приблизительно вот таким образом. Вот. Ну, на ваш вопрос обнаружили кистула. Обычно нет, я уже ответил. Вот. И в принципе, что делать? Искать дальше. Всеми доступными методами. Вот. Есть плохая новость. К сожалению, то, что касается истечения износа, то по данным наших иностранных даже коллег, даже после того, как мы взяли и исследовали, у только 36% пациентов мы находим причину. Мы можем найти какой-то воспалительный процесс. Мы нашли воспаление в носовых ходах, к примеру, даже. Но причина остается невыясненной, к сожалению, у большинства пациентов. Но, по крайней мере, мы можем, проведя максимально возможную и доступную диагностику, тех пациентов, у которых диагноз поставить можно, мы его ставим. У тех, которых нельзя, соответственно, мы знаем, что это пациент, у которого на сегодняшний момент нет диагноза, использовав все диагностические способы, которые только есть. Вот, собственно говоря, как есть смысл поступить в этой ситуации. Вот. Ну и у нас следующий пациент. Вот. У нас собака, веснушка, ей год. Она в Севастополе. У нас есть выписка из МРТ, есть видео. Порода предположительно сау, без клейма, тяжело ходит, подгибает задние лапы, динамик, не подскажем, то есть неизвестно, было ли хорошо, либо плохо. Дисплазия, диагноз, который был поставлен, дисплазия забедренных суставов. Так, Севастополь, море, хорошо. Так, посмотрим, как ходят. О, да, лапки, конечно, не очень полные, к сожалению. А, ну, надо понять, где боль. То есть нужно провести ортопедический, неврологический осмотр и понять, где болит. То есть нам нужно четкое понимание симптома. Вот, вот, потому что, вот, даже по фотографии, 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 не по рентгеновскому снимку, понятно, что у собаки есть дисплазия, но, но это не значит ничего, потому что у нас нет главного, где болит. То есть болит ли это забедренный сустав? Это самое главное. Потому что, может быть, у вашей собаки просто разрыв передней глистовидной связки. Либо, может быть, какой-то воспалительный процесс, а, может быть, и нет, в каком-то из суставов. Поэтому главное, что должен делать доктор. Когда вы попадаете на прием к доктору, что вы должны спросить у доктора? Доктор, где болит? Вот, вы подсказываете, доктор, где болит? Вот, говорит, тазобедренный сустав. А потом мы берем вот эти данные, которые нам сказал, доктор, болит тазобедренный сустав, и сопоставляем с данными КТ, МРТ, там, и еще чего-либо. И все. Вот. Поэтому главный вопрос. Где болит? От рентгена собаки, у которой есть дисплазит тазобедренный суставов, которая не болит, нет никакого смысла. То есть, ну, это бессмысленные рентгеновские снимки, потому что их никак нельзя интерпретировать. Интерпретировать можно рентгеновские снимки, когда у нас есть четкое понимание, что болит тазобедренный сустав, скорее всего, там воспаление на фоне дисплазита тазобедренных суставов, и требуется лечение для того, чтобы не развился остеоартрит. Вот то, что надо делать. А если мы не знаем этих данных, то наличие самой по себе дисплазии без боли не значит ничего вообще. Бывают случаи, когда просто сделали рентгеновский снимок случайно. Нашли опухоль, кости, ну, тогда симптомы не важны. Но это не ваш случай. И вот, собственно говоря, что надо. И что у нас еще? Так, следующий, ну, и все, собственно говоря. Симптомы. Какой симптом? Где болит? То есть, дисплазия есть. Но болит тазобедренный сустав или нет? Вот что важно. Вот. А не то, что есть дисплазия на рентгене. На рентген же не болит, он же рентген. Вот это понятно, собственно говоря. Вот. У нас следующий пациент. Это кошка. Она британка. Ей 11 месяцев. И она в Самаре. И у нас ничего нет про эту кошку. Хотя у нас есть много информации, что это кошка, и что ей 11 месяцев, и что она британка. А у нее появились непонятные приступы, слинотечения. Вот. Повышенные азинофилы. И вот самая типичная ошибка большинства владельцев. После того, как появились симптомы, надо поставить диагноз. После того, как назначен был тот или иной, был поставлен диагноз, было назначено лечение. И теперь это лечение не помогает. Но у нас опять налицо нарушение причинно-следственных связей. Кошка, британка, хорошо. И 11 месяцев, хорошо. Она в Самарской области, хорошо. У нее есть приступы, хорошо бы увидеть приступ. Ну ладно, у нее есть приступы. Но какой диагноз, неизвестно. Потому что первое, не обозначен, собственно говоря, и не назван симптом, то есть какой-то приступ. Это генерализованный или какой-то тип эпилептического приступа. То есть это надо назвать. Это должен доктор по видео, либо увидев самостоятельно, назвать первое. А после этого назначить какую-то диагностику. Это какая-то диагностика, даст диагноз, и после этого будет лечение. Вот и все. А после назначенного лечения эозинофилов, то есть вам вы лечили эозинофилов кошки. Поэтому назначили дексаметазон. Зачем его назначили? Почему его назначили? Ну у вас, вы пишете, что говорят, что у вас неврология. Ну неврология это наука. Понятно, что науки и неврологии у вашей кошки быть не может. Потому что у вашей кошки какое-то неврологическое расстройство, которое требует диагностики. Ну и соответственно ваши действия, собственно вы сами поняли, что ваши действия бессмысленны, поэтому прислали это письмо. А ваши действия бессмысленны, потому что налицо нарушение причинно-следственных связей. Пациент, симптом, диагностика, диагноз, лечение. А вот главное звено, симптом, его название, а потом диагностика и диагноз в вашем случае полностью отсутствуют. Именно отсутствие вот этих двух звеньев, симптомы есть, но они не названы. А диагностика и диагноз привели вас к тому, что вы имеете кошку, в которой какие-то действия непонятного смысла, ситуацию только ухудшили. Ну потому что перескочить через логическую цепочку пациент, симптом, диагностика, диагноз, лечение невозможно. И это очень важно. То, что вы боитесь потерять вашу любимицу, это хорошо, конечно же, да, но тогда сделайте для того, просто уберите вот это логическое нарушение, которое, к сожалению, произошло в вашем случае. Вот. И все. Это какое? Так, 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 так. А здесь не написано. Так, так, так. Это где такое, что из Челябинска? Из Челябинска. Так. Посмотрите, с вами сегодня. Из них не открывается. Из Челябинска. У нас есть Неморкел. Хорошо, когда есть Челябинска. Или КТ хотя бы. Так, так, так. Из Челябинска. Так, у нас. У нас что-то еще? У нас ничего нет. Кошка из Челябинска. Биохимия, биохимия, электролитин, видеопоходка. Диагнозы назначения. Диагнозы назначения, инфекции, ликвар и осмотра неврогов. Но КТ у нас нет. Посмотрим сейчас-то, да. Ух ты. Да, вернемся, сейчас найдем. Если у нас что-то есть, то будет. Так а что там 24 мегабайта? А, да, да, не загружаются. У нас нет. А? Павел отдельный, не загружаются. Он уже у нас представлен отдельно. А он читал этот комментарий? Да, да. Что есть МРТ? Тогда надо ему прислать. Так его нету. Как прислать исследование? Если у вас есть исследование, не посмотрите его никак без исследования. Надо прислать его. А как его прислать? У нас есть 100 миллионов вариантов роликов, как прислать исследование. Так, заключение. Ну, нету. Запись. Ну, как? Написано, что МРТ, да. Написано, что здесь нету МРТ. Согласно заключению, очагового поражения и структурной патологии не выявлено. Надо МРТ прислать. Потому что не все МРТ, что выходит из МРТ. Иногда МРТ оказывается КТ. Иногда МРТ оказывается не пойми чем. Ну, нету. Надо прислать. Вот и все. До свидания. До новых встреч. Присылайте все эти через неделю. Присылайте ваши случаи. Мы будем их помогать вам разбираться в дебрях болезней. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова